От голубей до самолетов. Издавна для передачи информации на дальние расстояния использовали почтовое сообщение. 9 октября отметили Всемирный день почты. О тех, кто доставляет нам долгожданные посылки и письма, расскажет Катрина Тайбарей. Нескончаемый поток писем и посылок окружает работников почты 6 дней в неделю. Алексей Латышев пришел на предприятие около 5 лет назад. Начинал с работы почтальоном, а сегодня поднялся по карьерной лестнице до заместителя начальника отделения почтовой связи НАУ. Я выполняю много задач. Это в основном отправка почты в сортировочный центр. Это то есть от нас, которые посылки уходят. Внутренние задачи выполняю, которые это списание организациям марок, допустим, или конвертов. Размеренный ритм жизни, стабильность и уверенность в завтрашнем дне – главные плюсы работы на почте. Алексей отмечает также некоторые сложности деятельности. В любой работе есть сложности, но даже в нашей сфере есть сложности. И с клиентами также бывают некоторые какие-то казусы, ситуации. Но это все решается. На плечи работников почты возложена большая ответственность. Ведь люди по всему миру ждут своих посылок и писем. Почта в Ленинском автономном округе специфична. У нас большая часть населенных пунктов – это удаленные населенные пункты. В рамках того, чтобы доставлять почту вовремя, мы работаем с Наринмарским авиаотрядом. Главпочтампт в Наринмаре – одна из достопримечательностей Нейнского округа. Строительство здания началось в 1946 году. До 1994 года в здании находились узел почтовой связи, телеграф, телефонные станции. Сегодня здесь расположено управление Федерально-почтовой связи Нейнского автономного округа. Филиал Почты России развивает также электронные сервисы. На данный момент мы продвигаем личный кабинет Почты России и такая называемая услуга – знак онлайн-оплаты. То есть юридические лица могут просто заходить в личный кабинет и оформлять знак онлайн-оплаты. Это электронная марка так называемая. Всемирный день Почты – это один из международных праздников. Он установлен Всемирным почтовым союзом в 1969 году. Эта дата включена в перечень международных дней Организации Объединенных Наций. Хочу поблагодарить пенсионеров Почты России за их труд, вклад, который они внесли в предприятие. Поблагодарить, пожелать здоровья, благополучия, исполнения желания, всех благ. Действующих сотрудников Почты России хочу поблагодарить за работу, пожелать легкого труда, благополучия, исполнения желания и здоровья в наше нелегкое время. На сегодняшний день в Ленинском округе работают 29 отделений почтовой связи. Из них 24 расположены в сельских населенных пунктах.